Добрый день! Агентство недвижимости Спайн Тур Сергей Язовский. Более восьми лет продаем недвижимость активно в городе Аликанте. Оформляем ипотеки, управляем квартирами, производим ремонты любой сложности практически. А сейчас мы с вами посмотрим квартиру. Зашли в подъезд в район Каролина Сальтос. Что мы видим? Подъезд. Лесенька не очень широкая. Домик старенький, конструкции 60-х годов. Поднялись. Пятый этаж по-русски. Две квартиры на лестничной клетке и заходим в нашу квартирку. Что мы видим? Окно, которое у нас идет на террасу. Большой хороший бонус в этой квартире. Бонусище. Заходим, наблюдаем. Налево зал и из него идет выход, вход на одну из комнат и там пошли другие. Санузел, кухни и так далее. А здесь широкий проход. Два человека совершенно спокойно расходятся. Кондиционер видим. У нас терраса. Терраса, крыша, стол. Аж на шесть персона может войти и больше. В зависимости от количества спиртного и приглашенных. Но приглашенных на террасу всегда найдется, потому что здесь же можно делать гриль. Друзья, гриль. Видим. Тольдосы. Крыша. Сейчас идет дождь. Не течет. Не вижу. Но надо немножко подшаманить ее, подделать где-то. Доделать. Приложить ручки. Ручки. Хотите, чтобы мы приложили? У нас есть бригада. Многолетний опыт ремонтов. Не строительство. Мы не строим виллы и дома. А ремонтов мы сделали очень много. Это открытая часть террасы. А теперь смотрим. Вот полочки. Для гриля готово. Все. Сюда поставили гриль где-то. Наверху мы никому не мешаем. Господь Бог нам не запретит жарить мясо. Мы жарим мясо. И что? И мы смотрим на Санта-Барбару, которая ночью горит разноцветными огнями. Иногда красным, иногда там белым. Красота. А Санта-Барбара это что? Правильно. Это прям море. Это море. Средиземное море. Могу сказать вам по секрету, что здесь можно жарить не только мясо, но и рыбку и так далее. Идем далее. Смотрим. Что у нас? Потолочек 2,20 примерно. Попадаем из зала налево. Первая спальня. Спальня вместительная с двумя кроватями односпальными и окошком куда? В патио. В патио там окошко. В патио. Имеется такой простенький шкаф, который можно использовать в принципе. Для сдачи в аренду вообще без вопросов. Ну вот для себя уж вам смотреть. Так. Из зала у нас коридорчик ведет. Куда? Еще в одну спальню, в которой мы видим односпальную, даже двуспальную кровать. Видите там внутри секция. Или там может быть для белья. А окно смотрит тоже патио. Логично. Шкафчик какой-то. Старая дверь пустотелая. Все простенько. Все простенько и понятненько. Стены шершавка покрашены желтым. Непонятно зачем желтым цветом. Смотрим. Налево идет кухня. А прямо санузел. Установлены для экономии места сдвижные двери, которые возможно надо подшаманить. А может поменять. Так. Санузел. Душевая кабинка небольшая. Окно куда-то в патио вентиляционное. Ну а здесь стандартная мебель для Испании. То есть ничего особенного. Симпатику. Нормально. Пойдет. Следующая. Налево. Кухня. Кухня. Кухня у нас из себя представляет представляет квадрат почти. Мебель. Старая. Конструкции 70-х, 80-х годов прошлого столетия. Видите какие дверки делали. Ну. Вроде бы живая. Можно пользоваться. Я так думаю. Наверху мраморная плита, которой сносу нет, если она не сломана. Так. Газовая плита. Вытяжка. Из кухни у нас есть еще выход на одну комнату, которая окно имеет. Тоже в патио, к сожалению. Видите? Сколько комнат в патио. Ну тут есть свой террас. Две кровати. Вы видели? И последняя. Галерея. Галерея небольшая. Вот наша пати. Видите? Белье сушит. Видите? А вот небо. Серый. Затянута сегодня. В патио у нас стиралочка. Застеклено. Газовый котел. Все. Обзор квартиры с террасой, что является редкостью такого размера. Закончен. Сергей Изовский. Плюс 34, 6, 6, 3, 9, 4, 5, 7, 5, 0. Описание под видео. Всего доброго вам. Субтитры сделал DimaTorzok.